Мода 90-х пожалуй одна из самых ярких в истории нашей страны. В ней смешались и одежда времен Советского Союза, шмотки привозимые челноками, невообразимые прически и яркого желания быть крутым и модным. Крутым в 90-х было быть модно. Понты и желание выделиться было определенным ответом на определенные ограничения существовавшие в СССР. Поэтому многие стараются сейчас повторить этот удивительный стиль в флешмобах и вечеринках. Деловые костюмы модных 90-х выражали дух того времени. Наиболее популярны в то время были костюмы малинового цвета. В обиход даже вошло выражение малиновые пиджаки. Сегодня, смотря на эти фотографии, становится весело, что такая одежда когда-то считалась модной. А тогда жители СССР, вырвавшись из серости и дефицита, будто аборигены на бусы, жадно накинулись на все яркое привозное с незнакомым. Иногда российскую моду 90-х называют шокирующей, так как глядя сегодня на фото из прошлого, невольно думаешь да как такое вообще можно было носить. К слову говоря в 90-х были очень популярны различные музыкальные исполнители. Зачастую они задавали стиль моде. В стиле одежды и прическах они себя тоже совсем не ограничивали. 90-е это было золотое время джинсовой одежды. Модно было все из джинсовой ткани и шорты, и юбки, и рубашки. Джинсами были завалены все рынки. К слову в Советском Союзе было очень тяжело достать джинсы. Поэтому спрос был адский. Такие джинсы были почти у всех. Джинсы мовин. Они хлынули к нам вместе с челноками, в считанные недели заполнив толкучки по всему бывшему СССР. Они были дешевле известных марок, поэтому их носили все и везде. Спортивную одежду в 90-х носили всегда и везде. Она была недорогая, отвечала запросам той моды, была яркая и практичная. Были очень популярны безымянные спортивные костюмы из баллоневой ткани и ярких расцветок и конечно, адидас. Половина населения ходила в таком адидасе, который позже стал абидасом, адибадасом и любым другим абьебасом, потому как шили его все кому не лень. Но это не останавливало ни продавцов, ни покупателей. Классическая одежда 90-х куртки, кожанки, плащи. Причем все это можно было совмещать со спортивными штанами и классическими туфлями или кроссовками. Обязательными атрибутами успешного делового человека из 90-х годов были барсетка и свитер бойс. Невероятно, но почти у каждого был такой. Причем их носили и мужчины и женщины. Лосины были настолько популярными в 90-х были почти у каждой представительницы прекрасного пола, которая могла позволить их себе носить. Лосины были от черных до самых невообразимых кислотных цветов. Модными в 90-х были кроссовки адидас. Также мы носили различные некачественные кроссовки из дермантины с абсолютно твердой и плоской подошвой. А еще в 90-х у женщин были очень популярны в 90-х головные уборы из натурального меха. Это пошло с советских времен, когда их было сложно достать. Сейчас такую шапку не часто увидите. Одежда футбольных фанатов также пронизана духом того времени, что не удавалось купить. То делали сами. Вязали шарфы и кофты. Бабушка и мама, конечно, помогали. Мода рокеров и неформалов тех лет состояла из джинсовок, косух, клетчатых рубашек и, конечно, значков и нашивок, в любом мыслимом количестве. Часы Монтана – мечта каждого школьника. Благо в 90-х они были не такими дорогими дефицитами и было реально сдать бутылки и купить себе такие, либо получить в подарок за хорошее поведение. Были почти у всех. Бейсболка Калифорния. Вначале появились черных и синих цветов. Потом можно было встретить и любых других. Были родными с мягкой сеткой и леваком с твердой, которая трескалась. Была у всех, кто прошел 90-е. Кому нравится мода 90-х? Ставьте лайк. Мне очень нравились те времена. Я был молод и счастлив. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...